Азвелая Урока Сегодня у нас будет новая тема. Мы скажем, новая тема циклов уроков. Я думаю, на самом деле она очень важная, тем более на сегодняшний день. И вступление я, иншалу, сделаю с небольшого рассказа, который будет указывать на суть которую мы, иншаллах, будем начинать. Значит, хадис приводит имам Ахмад, рахмахуллах, в своем муслоде. Этот хадис приводит Ибн Аббас от Салмана Фарисий, который передал Ибн Аббасу о своем принятии ислама, так как он принял ислам. Значит, Салман Фарисий, ради Аллаху ам, он рассказывает, то, что он жил Асбагани, и у него отец был, сильно его любил, и отец был старшим в народе. Они поклонялись огню. И отец настолько своего сына Салмана Фарисия любил, что не пускал даже его на улицу выходить. То есть, все время он дома сидел и смотрел за огнем, чтобы огонь не газ. Постоянно за огнем смотрел. И один день отец отправил своего сына Салмана Фарисии, и отправил сделать кое-какие дела. И Салман вышел, как никогда, первый раз выходит, ему интересно все стало вокруг. И прошел около церкви, и увидел, то, что там люди поклоняются. И зашел в эту церковь, и посмотрел, как они делают свою молитву. Его это очень сильно удивило, и он начал расспрашивать за их религию. Что вы делаете, чем вы занимаетесь, что за ваша религия. И ему это очень понравилось. И когда он вернулся домой поздно, и не сделал то, то, что потребовал его, его отец, отец очень сильно беспокоился, и когда его увидел, поругал, ты где был, почему так опоздал. И Салман говорит, я вот так проходил церковь, и увидел людей, христиан, поклоняются Богу. Мне их религия очень понравилась. И отец говорит, как ты говоришь, наша религия лучшая, и начал его ругать. Однако он на своем настоял, говорит, нет, мне это больше понравилось. И отец испугался, что он может опять еще выйти, и как бы его в цепи завязал, обмотал, чтобы никуда он не уходил. То есть настолько его сильно любил, что не пускал, чтобы он куда-то выходил. Тем более после того, что он пришел, рассказал. Однако Салман понимал все и отправил, кого-то из людей отправил, чтобы тот раз спросил этих христиан, где их основа, откуда ваша религия, то есть где самые больше знающие ваши религии. Как, например, как бы в общем, когда люди спрашивают за ислам, как бы где, откуда это появилось, или где самые знающие там, как бы сразу у нас мусульман, что? Мекка, там, Саудовская Аравия. Точно так же он здесь их расспрашивает, где вот эта ваша основа, ваша религия, откуда она истекает. И ему сказали из Шама. И он говорит, когда придут торгаши из Шама, то сообщите мне. И они согласились с христианами, что да, они сообщат ему. И когда торгаши пришли, они сообщили ему, то, что все, пришли люди. Он говорит, когда они свою торговлю завершат и решат вернуться, то сообщите мне. И они так и сделали, сообщили ему. И когда они только отходили, он вышел и к ним примкнул. И попросил, чтобы они его отвели точно так же собой в Шам. И когда он добрался до Шама, он попросил, чтобы ему указали на церковь. И когда он пришел в церковь, он увидел там старшего и попросил его, чтобы он его принял, и чтобы он учил его религии, христианству. И чтобы как бы он постоянно находился в поклонении. И его приняли на самом деле, этот человек, у кого он учился, который был известным в народе, и все его любили, этого попа, главного, их него в церкви и в городе. Однако Салман его сильно не полюбил. И очень сильно не любил. И на это была причина. Когда этот человек умер, Салман сказал, это плохой человек был. все люди удивились, ты что говоришь, какую тебе дали, доказывай. И он говорит, те деньги, которые вы давали постоянно ему, чтобы он садах раздал, однако он никому не раздавал, бедным, себе оставлял. Они говорят, докажи. И он показал место там, где хранились его сокровища, они раскопали и увидели много золота. На самом деле, все то, что люди тратили, давали ему на руки, он их себе оставлял. И они этого взяли, закидали камнями, даже не похоронили. После этого поставили другого человека, и Салман как бы что, следовал за ним, взял его как старшего учителя. И однако, когда пришла, но он был хороший уж, и когда пришла ему смерть, Салман ему говорит, ты видишь, в каком состоянии ты находишься, я бы хотел, чтобы ты мне сделал завещание, кому ты завещаешь, чтобы я пошел у другого, в другому, который меня учил бы дальше. Он говорит, я тебя завещаю к такому-то, к такому-то пойти к нему, он точно так же на что мы находимся. И он пошел после того, как похоронил своего учителя, и пошел к другому, и пришел, и вот так рассказал, что я учился у такого-то, он завещал к тебе, я к тебе пришел, хочу за тобой следовать. И он согласился, и он за ним следовал, пока точно так же к нему смерть. Когда смерть пришла, он его тоже так же попросил, кому ты завещаешь меня, кому мне пойти, и он ему посоветовал другому пойти. И когда он к нему пришел, сообщил, что вот так мне завещал такой-то к тебе, и точно так же за ним последовал, и его смерть тоже пришла. И он ему говорит, а ты кому меня завещаешь? И он говорит, на чем мы находимся сейчас, нету никого. Никому я тебе не могу подсказать. Никто нету таких. однако время наступило, что пройдет пророк, пройдет послание. Настало это время. И указал на признаки послания. Он говорит, то что этот посланник, он будет находиться в местности там, где растут пальмы. Он не будет брать садака, но будет брать подарки. И на спине у него будет пророческая печать. Значит, он указал на какие-то признаки, которые помогут ему в дальнейшем найти этого пророка. Мухаммада саллиллаху алейхи ассалям. И он после этого, когда увидел людей, из тех, которые должны были возвращаться, то есть тоже торговали, и они должны были вернуться в Хайбар, если не ошибусь, то есть в Саудовскую Аравию, он сказал, возьмите мне с собой, и я вам дам то, что у меня есть. То есть коровы, скот у него был, и он говорит вам, за то, что вы меня отведете в эту местность, я вам оплачу таким методом скотом. Потом, после этого, они вышли в путь. и взяли у него то, что он им обещал, и обманули его, продали его одному из евреев как раба. Он говорит, я не раб, однако, не, это наш раб, мы продаем, и еврей купил его. И еврей взял его, и он работал у еврея какое-то время. После этого еврей продал другому, который был уже жителем Медины. и когда он продал ему, он пришел, ему тоже служил, и работал на фенниках, и один из дней он услышал разговор своего господина с каким-то человеком, разговаривает, что какой-то посланник появился, пророк, вокруг него люди собрались. и он этот разговор услышал с лес пальмы и говорит, а что вы говорите? То есть в лес разговор господина, а мы знаем, они не любят, когда в их разговор влазят. Его это разозлило, и он ударил его, занимаясь своим делом. И Салман начал опять работать. Ему, конечно, тяжело было, он был раб, тяжело было узнавать, потому что он целый день работает. Но когда он это услышал, его это обрадовало. И потом ночью, когда закончилась его работа, он взял немного продуктов, еды, и пришел к нему пророк Мухаммад и говорит, вот это я услышал за вас, что вы хорошие люди, и хотел бы вам дать садака. И посланник Аллах взял это, еду, и отдал сахабам, сам не поел, и Салман увидел эту картинку и сказал, это первый признак. На следующий день Салман пришел еще точно так же и проходит и говорит, я хотел бы вам дать подарок, не садака, а подарок. И посланник Аллах взял и поел. И он увидел это и сказал, это второй признак, который мне завещал мой последний учитель. И теперь осталось что? Узнать, увидеть печать пророческую. И он один день пришел за посланником Аллах следил когда они похоронили одного и джаназа происходит все как бы что в процессе хоронит человека и он наблюдает за посланником Аллах смотрит отсюда отсюда подходит а посланник Аллах это видит чувствует что что-то происходит и он почувствовал что он хочет увидеть его пророческую печать и раскрыл его спину и показал ему. То есть Салман когда это увидел заплакал и прыгнул на него то есть целовать начал. Посланник Аллах садоварсим его остановил и говорит что ты делаешь то есть как бы удивился и Салман рассказал это свою историю то есть всю свою историю и сахабам тоже рассказал все это услышали. После этого посланник Аллах говорит сделай мукатаба то есть давай у тебя тому господину который ты служишь договор заключим что какую-то плату мы оплатим за тебя и он чтоб тебя освободил. И он говорит хорошо и этот еврей конечно же еврей еще узнал что он мусульманом стал такую плату сказал просто очень просто представить и он говорит чтоб я тебя освободил ты мне должен отдать должен 300 пальм которые будут посажены и оживлены чтобы они выросли корни пустили и так же 40 укия одна укия это 40 дирхамов на один дирхам можно было купить барашку это большая сумма братья и здесь сахабы и посланник Аллах поддержали его и все вместе вернули все то что потребовал от них еврей то есть помогли своему брату поддержали деньгами мусульмане выполняют договор и все то что потребовал еврей он это сделал и теперь после этого если посмотрим на эту картинку Салман говорит рабство мое не позволяло выходить мне на ухуд и на бадр однако во время хандата я уже присутствовал и как знаем то что все то есть те которые копали ров каждый хотел чтобы Салман с ним был потому что Салман был известен он нашат был шустрый сильный и все его любили и каждый хотел чтобы он в его группу попал это указывает история действительно большая история о человеке который принял ислам и как он его принял действительно не женился человек терпел отдал свою душу искал истину и нашел эту истину он был искренним и как приходит некоторые хриваятах но ученые говорят слабые конечно то что он жил свыше трехсот двухсот лет где-то ну как многие ученые сказали на самом деле он жил за 70 лет и история на самом деле его не маленькая от одного к другому к другому к другому это не маленькая история на самом деле ну как ученые сказали что более правильно ему за 70 лет было этот человек салман пока не увидел посланник Аллах до конца шел это было вступление и мы будем начинать сегодняшнего дня а это цикл уроков сиры про Мухаммад сразу хочу сказать и хочу сделать акцент на то моя личная цель или метод который мы будем идти это не просто изучить или скажем исторически знать числа дней что происходило причины из-за чего происходило нет на самом деле хотелось бы в изучении сиры пророка Мухаммада сирасан пытаться понимать фик понимание сиры не просто как исторический фактор нет больше то есть причины почему это было как ураган говорят и пишут книгах фикху сира не просто сира пророка нет фикх понимание сиры то есть почему посланник Аллах 1 период воевал 1 период делал договор 1 период было запрещено воевать почему посланник Аллах одно время был бедный 1 время был богатый. Почему посланник Аллаху с.д. один период проходил и говорил терпите сахабам, а один период стоило было несколько мусульман убить, полностью вставала вся армия мусульман против неверующих. Стоило было обидеть мусульманку, посланник Аллаху с.д. не оставлял этого. Почему посланник Аллаху с.д. был в Каабе, делал талаф и видел много идолов, 360 идолов. И Ислам пришел против этого поклонения, поклонения идолам. Однако посланник Аллаху с.д. один период не трогал их, но один период ни одного не было. То есть причины, мудрость, понимание, чтобы мы могли на самом деле попытаться немножко своим разумом немножко сравнить с сегодняшним днем, на каком уровне мы находимся. И поэтому я вижу важность, чтобы это было изучение не просто как всего лишь история какая-то или еще что-то. Тем более изучение посланника Аллаха с.д. с.д. мы знаем, что вера посланник Аллаху с.д. это одно из условий имана. Человек не может быть мусульманином, не может быть мусульманином, пока он не уверен в посланник Аллаху с.д. Ислам. Значит, кто этот человек? С чем он пришел? Как история его шла? И этот человек самый великий человек во всем мире, во всей истории, среди всех пророков. И нельзя просто взять небрежь и отнестись к его силе. Его сироп, рука Мухаммада с.д. вбирает себе акиду. Потому что это основная суть, с чем он пришел. Единобожье. Его история вбирает в себе фикх, понимание шариата. Почему бы он не способом в этот период этот аят, мы уже будем понимать. Почему в другой период другой аят, мы будем понимать. Точно так же она будет вбирать в себе о нравах посланника Аллаха с.д. Аллаху с.д. Аллаху с.д. То есть, какие у нее были нравы. И не просто говорить теоретически так оно было. Нет, мы будем в истории верить, как он ее прям практиковал. А потом уже не ты как другому, а попытаться на себя просто отпустить это положение. Какой ты в этом месте? Так же пытаться, чтобы это, конечно, чтобы было искренне, и чтобы это было для нас на самом деле большим уроком. И чтобы изучение истории пророка Мухаммада с.д. Аллаху с.д. чтобы это было последующим исправлением своего нафса. Чтоб это было в первую очередь исправлением своего нафса. Из-за этого это указывает на важность, на Аллаху с.д. Аллаху с.д. Аллаху с.д. И как многие даже кафиры говорят, пишут в книгах, когда пишут о пророке Мухаммада с.д. Аллаху с.д. Аллаху с.д., они говорят, та задача, которая перед ним стояла, это невозможно просто человеческим разумом выполнить. То есть та задача перед пророком Мухаммад с.д. Аллаху с.д. нечеловеческий разум, она невозможна просто даже представлять. Чтобы человек добровольно это делал. Нет, за это он плату не получал. Потому что когда он умер, не было у него денег даже. Прекрасно мы это знаем. Он за это плату не получал. И поэтому человек добровольно делать такое, чтобы изменить то, на чем был, находилось то положение, которое вокруг него находилось, невероятно просто. И за это ученые говорят, и это кафиры говорят, здесь что-то поддержало посланника Аллаха с.д. Аллаху с.д. Аллаху с.д. Когда все были враги, и потом пришло только единое братство. И мы конечно сейчас будем говорить о вступлениях, и это очень важно. Вступление всегда важное. И из иступлений хотелось бы упомянуть другую историю, которую очень тоже будет полезно вначале упомянуть. А это Абу Суфьян, ради Аллаху аль. Когда был кафиром еще, он прибыл к правителю Херакль. Когда он прибыл к правителю Херакля, между ними состоялся разговор, диалог. На самом деле этот диалог, если мы посмотрим и попытаемся понять, это большая польза для каждого человека. А теперь пойму. В смысл, вкратце и буду диалог упоминать. Потому что мы к нему тоже придем, но в мукаддима непосредственно вступление, я считаю, это будет уместно. Значит, Херакль правитель говорит ему, то есть он позвал всех вокруг себя, всех важных людей, приближенных ему. И потом позвал Абу Суфьяна и те, которые были рядом с ним. И позвал переводчика, который будет переводить разговор. Он ему задает первый вопрос. Абу Суфьяну говорит, то есть кто самый близкий к этому пророку Мухаммаду? Абу Суфьян говорит, я самый близкий к нему. Он говорит, а идем, разговаривай. И он говорит, кто этот пророк, то есть происхождение. Какое у него? Абу Суфьян говорит, он из знатной семьи. Потом он ему говорит, кто-нибудь до него подобное заявлял, что он пророк? Он говорит, нет. Потом он говорит, кто-нибудь из отцов его был правителем? Он говорит, нет. Он спрашивает, кто за ним следует, бедняки или известные, богатые? Он говорит, нет, только бедняки за ним следуют. Он говорит, они увеличиваются или уменьшаются? Нет, они увеличиваются. Кто-нибудь из них, когда в ислам приходят, оставляет религию? Он говорит, нет, не оставляют. Кто-нибудь обвинил его в обмане, что он обманщик когда-то был? Нет, говорит, он никогда не обманул. А он предавал? Нет, говорит, он тоже не предавал. Вы с ним воевали? Он говорит, да, воевали. И кто кого? Он говорит, и на раз мы, и на раз они, то есть это, как известно, Бадр и Охад. Потом говорит, к чему он вам приказывает? Он говорит, он приказывает нам, чтобы мы поклонялись только одному Аллаху. Всевышнему Аллаху. И оставить на том, что наши отцы были, поклонялись не Всевышнему Аллаху. И поверевает нам, чтобы мы делали молитву, садака, чтобы мы поддерживали родственные связи, прекратили делать прелюбодеяния. И после этого всего то, что он услышал, Иракль, правитель говорит. Представьте, вот, действительно, допрос. Вот сегодня, если возьмем в кабинете допроса, вопросы поставлены. Иракль был знающий из христиан. Он умный, знающий, понимающий свою религию. И он знал, что придет пророк. И поэтому он знал, какие вопросы задавать. И теперь он поясняет, почему он эти вопросы задал. Я, говорит, тебя спросил о его семье, ты сказал, изнатной. А пророки только проходят изнатной. Я, говорит, тебя спросил о том, что до него кто-нибудь такое говорил? Ты сказал, нет. А если бы до него кто-нибудь говорил, быть может, он хотел бы на него быть похожим? И точно так же я тебя спросил, кто-нибудь из родственников, его родители были ли правителями? быть может, он такой же статус, положение хотел бы иметь. Однако сказал, нет. И потом, говорит, я спросил, он обманывал или нет? Ты говоришь, нет. А пророки не обманывают. И так же они не предают. Потом спросил, а за ними следуют слабые или почетные? Ты сказал, за ними следуют только слабые. А за пророками только следуют слабые. Они увеличиваются или уменьшаются? Ты говоришь, что они увеличиваются. Если человеку иман зашел, он не оставит его, говорит. Это все Геракль катерга обсуждает и оценку дает положению. И потом говорит. Я тебя спросил, чему он приказывает, выговорит. Ты мне ответил к молитве, и чтобы мы оставили все то, что мне Всевышнему Аллаху поклонение. Он говорит, если, говорит, это так, как ты мне сейчас сообщил все это правда, то он, говорит, овладеет тем, чем я сейчас владею. Он говорит, я, говорит, даже не знал, что он выйдет среди вас. Я знал, что он выйдет, но среди вас арабов не знал, что он выйдет. Я думал, что в какой-то другой местности его появится. Если, говорит, у меня будет возможность, или была бы возможность, то прибежал бы к нему и поимыл бы его ноги. И после этого Геракль прочитал письмо, произошел шум там, и Абусуфьяна их прогнали, вывели с кабинета, с комнаты. И между собой Абусуфьян, они тоже кафиры стоят, между собой обсуждают, эй, как это произошло. То есть Геракль, правитель, боится даже его, что ли? И Абусуфьян говорит, в Аллахе, говорит, фама зильту мукинан, абнаху сайядхару хатта адхал Аллаху алейя и ислам. Я, говорит, был убежден, говорит, что Всевышний Аллах все равно его подымет, покражет, придет истина до тех пор, пока мне сам религия ислам в сердце не зашла. И потом он тоже принял ислам. Вначале воевал с ним, а потом в конце все равно он принял ислам. Это на самом деле большая история тоже, очевидно, которую мы видим, сколько людей есть, которые борются против ислама. Сколько людей есть, сколько людей обманывают. С той стороны, потому что нет у мусульман средств, чтобы доказать иное. Сколько обвинений мусульман. Не ходите в ту мечеть, что в мечети то-то, то-то, то-то подсыпывают, или то-то, то-то делают, или то-то, то-то говорят, и никто не доказал. Говорят, и говорят, и говорят. Дальше что? И ни к чему никто еще не пришел. Просто лишь бы поругать мусульман и не более. Поэтому, эта картинка мы, очевидно, тоже видим, какая была и как принял Абу Сухян. И посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи ассалям, мы знаем, сделал Ми'радж. Он, Всевышний Аллах, через Джибриля подняли его на небеса, в реальности, не во сне. И все это мы знаем. И Всевышний Аллах, и когда он дошел до небес, когда его поднимал Джибриль, открывали врата первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые. И дошел до того места, куда даже ангелы не доходили. И здесь, Всевышний Аллах в этом положении приказал делать мусульман пять молитв. И это указывает то, что все приказы были на земле, а пять молитв было на небесах. То есть там произошло приказ за пять молитв. Это указывает достоинство пяти молитв. И не то, что достоинство. Как посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи ассалям, сказал, между мусульманом, и не исламом, или между исламом, и куфром неверием, это оставление молитвы. То есть мирила, хочешь определить человека, посмотри, он делает молитву или нет. На это указывает хадис. И мы видим, где был приказан эта молитва. В каком месте был не способен обязанность пять молитв? На небесах. Посланник Аллаху, алейхи ассалям, своими глазами видел рай, огонь. И как он сообщил, то, что большинство женщин будет в огне. И когда спросили, почему женщины в огне? Потому что они неблагодарны своим мужьям. То, что когда мужья делают им всегда хорошее, они забывают, и когда что-то одно плохое сделают, они начинают говорить, ты никогда хорошего не сделал. Посланник Аллаху, алейхи ассалям, видел многое и сообщил нас, и о чем мы будем говорить. И это все указывает на достоинство посланника Аллаху, алейхи ассалям, и изучение силы рука Мухаммада, алейхи ассалям. Также пришло ад-джафара, когда они сделали хиджру. Наджаши, Эфиопии, правители, когда они с ними разговаривали. Аль-Джафар говорит, Айюга-ль-Малик, Кунна кауман ахрюль-джагилия наабуду ассам, ванакул майта, ванакул фавахш, ванакул архам. То есть, Джафар говорит, то есть, рассказывает, кем они были в Джагилии, то есть, кем они были, когда не были мусульманами. Это очень важный аспект, и это очень сильный хадис, братья, который указывает на сегодняшний день. Давайте посмотрим, что говорит Джафар. Правителю говорит, когда к нему переселились они, О, Малик, правитель, мы, когда были не в исламе, мы поклонялись статуэткам, также кушали мертвечину, которая не была заколана всевышним Аллахом. Также делали фавахш, грязные поступки, как пролюбодеяни, как пили спиртное. И также, он говорит, не поддерживали родственные связи. Я кулу каумин на баиф. И также мы слабых-слабых топили, кушали, у них брали деньги несправедливо. У слабых. Мы были богатые, были сильные, а тот, кто слабый, забирали у него. Не оставляли его. И потом говорит, до тех пор, пока не пришел посланник Аллаха, салли Аллаху, алисалям. Мы его знаем, его семью. И знание его ссыдок, то, что он был праведным, не обманывал. И то, что он был амин, то все то, что ему доверяли, то, что все ему люди доверяли. И он призывает нам только поклоняться одному всевышнему Аллаху. И оставить то, чему мы поклонялись камням, статуэткам. И приказывает нам, чтобы мы говорили правду, поддерживали родственные связи, прекратили делать плохие поступки, прекратили обвинять чисто женщин, то, что они пролюбодейки. Это картинка Джайфора, который рассказывает, что у него было. Давайте посмотрим сегодня. То же самое. Человек, который был до ислама. Вот мать чья-то просыпается и говорит, мой сын стал там там религиозным. Мягко говоря. Или моя дочь стала религиозной, опять же, мягко говоря. И теперь посмотрим вот на эту картинку сегодняшнюю, о которой родители говорят, мой сын стал религиозный, кем они были до религиозности и кем они стали после религиозности. кем они были до того, как они начали намаз делать. Эти люди были, которые одно знали. Либо кого-то побить несправедливо, либо у кого-то забрать что-то, либо кого-то обмануть. потом воровали, пили, были наркоманами, прелюбодеями, злословили, потом сплетничали. Хоть одно хорошее качество есть ли? В одном человеке одно может быть. И если мы посмотрим, если это качество есть, то насколько оно искренне сделано. Если кто-то даже кому-то помогает, то давай посмотрим, насколько помогали на самом деле. Помогает, чтобы ему тоже потом помогли. Если не помогает, потом он его упрекает. Где были качества, которые были до того, как его мать так сильно любила? Разве за эти качества можно так любить? Всего лишь, что он сын, как мать любит сына. Но за качества как можно было любить такого сына? когда сидят молодые парни, матерятся, мать заходит, тихо-тихо, пацаны, матушка пришла. Ну, что это такое? Где эта искренность была? Когда мать, ты когда разговариваешь перед матерью, тот же также должен разговаривать и за спиной. Нет, лицемерие, полное лицемерие. Нет, это нормально считается. Нет, это просто хорошо оценивается. или, например, измена. Мужчины, каждый мужчина выходит днем и думает, как бы и какую бы женщину испортить. И давайте посмотрим, насколько система стоит. Каждый, который выходит, у него такая цель. Можете представить, который вышел, если у него есть сестра и мать, тот, который другой тоже вышел, быть может, она попадется им. То есть, представьте, у каждого одно мышление, кого бы испортить. И один день твоих могут портить, другой день ты других портишь. Грязь, фавахиш распространились, плохое стало хорошим, хорошее стало плохим. И у каждого эта цель стоит. Если человек скажет, нет, я этого не делаю, да не вопрос стоит, ты это делаешь, не делаешь, вопрос другой стоит. А если бы была возможность, ты это сделал бы, так же люди продают, как, например, спиртное. Человек, который продает спиртное, он смотрит в свой карман. Он не смотрит последствия того, что он продаст, когда. Ему главное, чтобы он продал, а когда человек выпьет, потом придет с семьей поссориться, разведется, кого-то ударит, кого-то убьет, ему безразлично. То, что ты 40-летний, 30-летний, здоровый парень становится 3-летний или 1-годовалый разумом. Ничего не понимает человек. Нет, помогает друг друга, то есть народ друг другу помогает испортиться. На, вот тебе сигареты, на тебе вот еще что ты хочешь, вот алкоголь, покупай, главное, у меня карман побольше будет, а что у тебя будет, мне безразлично, вот это наше общество сегодняшнее. Все друг друга портят, нету помощи друг друга. И вот эта мать или этот отец, когда беспокоится, что его сын принял ислам, так пускай взвесит, кем он был до ислама и кем он стал после, а теперь после ислама. Все этого он не делает. Помогает людям не материться, не обманывает, не приближается ни по праву чужим женщинам. Нет, это стало плохим. И как один брат говорит, мне отец говорит, даже сказал иди хоть кури, хоть делай пролюбодеяние, что хочешь делать, но не будь в исламе. Как это понять? И это мы видим сегодняшнее, какая джагирия происходит, какое мышление у людей идет, когда они верят, что люди... А еще скажут, да, и сегодня это происходит, конечно же. Да, мы видели мусульман, видели бородачей, видели там тех, которые хиджаба, как они воруют, то, то, то делают. Надо различия дать. Во-первых, в какой массе это происходит? То есть, точно так же, как и все на улице, вот эти грязь вы делаете, или единицы среди них этого делают? Единица, это не учитывается. Мы должны на массу смотреть. Второй аспект, это прилюдно делается. Все ли это видят, чтобы для других пример был? Или это делается, если это делается среди мусульман, то скрыто просто кто-то обнаружил. Надо давать разницу. То, что происходит сейчас в обществе, это происходит прилюдно. Все продают, открыто продают спиртной. Открыто пьют. Открыто матерятся. Однако, если у мусульман это бывает скрыто, и между ними бывает, между небом и землей, разница. И так же, самый главный вопрос, и самый главный аспект, а это надо смотреть, почему мусульмане так сделали. И одна из причин, потому что она в этой грязной обществе выросла, и это грязное общество вокруг по сей день есть, и она портит его тоже, или обманывает нет-нет. И поэтому мы должны давать правильную и справедливую оценку, когда мы взвешиваем одно с другим. однако, сегодня мы не видим, лишь бы обругать. Да, есть у мусульман безусловно ошибка, но однако разница между этими ошибками множество. Конечно, причины, почему мусульмане не любят, можно упомянуть. И одна из причин, которая распространенная, а это то, что они воюют. Хорошо, давайте сдалека посмотрим и справедливо скажем. пускай хоть один человек покажет какое-либо государство, которое не имело бы армии, которое защищало бы народ. Такого не существует. Везде есть, который защищает народ. Конечно, другой разговор, как сегодня они делают, что сегодня происходит. Да, ошибки тоже могут быть. Это другая вещь. Однако, фактор основной есть, что есть на самом деле везде должны быть те, которые защищают тех, которые обижают. Но вопрос другой, как это происходит. И сам посланник Аллах, сам пришел как милостью для людей. И он сказал, когда увидел убитую женщину, он сказал, как вы могли убить эту женщину, ведь она не воюет. Он запретил убивать детей, запретил убивать стариков, запретил убивать инвалидов, запретил убивать слабых. Это пришло от сахабов и от посланника Аллаха, саллиллаху, алисалям. Поэтому то, что, конечно, происходит в реальности, это один вопрос. А то, что в исламе, это другой вопрос. И поэтому неправильно обвинять личность, брать какую-то и ставить, что ислам такой. Это одна из самых таких больших, из-за чего не любят люди, когда слышат, что человек принимает сегодняшний день ислам. также хотелось бы сказать из-за того, то, что как бы люди не любят или как бы ругают Всевышнего, я думаю, это тоже уместно. Например, у кого-то умер ребенок или у кого-то умер брат, но видели, слышали неоднократно, как они начинают потом ругать Всевышнего Аллаха. Почему ты забрал моего близкого и даже ауза беля проклинать? Если человек спрашивает, почему забрал Всевышний Аллах любимого близкого человека, то Всевышний мы должны посмотреть изначально, почему ты изначально создан? Ты изначально создан человек, чтобы что? Пополнить свои недостатки, чтобы улучшить свое положение. И ты не пополнишь себя самого, пока ты не будешь испытан. ты не можешь проверить своего сына, например, пока ты не испытаешь насколько силен в своих словах. Мы в этом дуне бываем испытаны. И Всевышний Аллах, когда забирает твоего близкого родственника, это как испытание для тебя. Это мудрость Всевышнего Аллаха. И каждому приходит срок, мы не все вечные. Это пришел срок, однако Всевышний Аллах смотрит, как ты отнесешься к этому. Из-за этого это несправедливо так говорить. Также здесь я хотел подметить важность вопроса, когда люди начинают задавать вопрос, а это например, что останавливает человека принять ислам? Какие-то вопросы сейчас упомянули, какие-то недостатки, которые они видят среди мусульман, они как бы вешают то, что это ислам. Однако, здесь еще один аспект, то, что еще из препятствий, а это какие-то вопросы религиозные их не позволяют. Им препятствия становятся принять ислам. Например, говорят, если Всевышний Аллах Всевогущий, почему не создаст себе подобного? Что в хадисе, то, что посланник Аллах сказал, Всевышний Аллах запретил самому себе зульм, несправедливость. Он запретил его самому себе. Всевышний Аллах полноценный, знавящий. И он знает, что делать. И он запретил, чтобы было два, или чтобы среди со всего стороны была несправедливость. Всевышний Аллах запретил своему нафсу, как это пришло в хадисе. И поэтому это неправильный вопрос. Всевышний Аллах все может, но что-то он сделал запретным. А почему он сделал? А это из каналия, из полноценности божества Всевышнего чтобы не было рядом ему подобного, чтобы он не был из тех, которые несправедливы. А как был бы Всевышний Аллах из чего скажет, если он все может почему тогда не сделать, чтобы он был несправедливый, тогда это не будет полноценность божества. Божество должно быть полноценное во всех вопросах. И это будет не из полноценностей. И такие вопросы, такие вопросы, такие частные вопросы задают, бросают. И поэтому я скажу просто этому человеку, давай изначально поставим перед тем, как этот вопрос задавать, поставим один другой вопрос. И это более важнее. если даже я отвечу на твой вопрос, или тебе ответить на твой вопрос, ты будешь готов принять ислам? Поэтому изначально он не хочет даже принимать ислам, просто хочет себя очистить и запачкать другого, искать я учистый, а ты грязный, ты даже не понимаешь, что говоришь. Поэтому если человек не готов изначально слушать истину, он не хочет, смысл такой разговаривать. Из-за смысл к чему тогда? Потому что весь смысл будет теряться, потому что когда мы говорим об исламе, мы хотим к чему-то прийти, а если изначально человек не хочет, зачем тогда об этом разговаривать? Также из важных аспектов и из того уступления, которое мы сегодня делаем, говорим, а это мы заметим, то, что все эти истории об Исуфиана или Салмана, они указали, то, что посланник Аллаха приказал поклоняться Всевышнему Аллаху единому одному. И это указывает, то, что первое мы должны призывать таухиду к единобожью. Здесь а что, братья? Мы видим большую ошибку, когда человек стоит, своей сестре говорит, или своему брату говорит, прекращай слушать музыку, прекращай, или давай одевай хиджаб, или давай там прекращай пить. Оставьте этот разговор, братья. это важно, но есть более важней. Объясните начале, зачем он, то есть изначально, зачем ты приказываешь ему это все оставить. Вначале объясни, кто все-таки Всевышний, кто он как Всевышний, что он приказал. Объясни начале, с чем пришли пророки, зачем человек создан, а потом человек сам задаст вопрос, а это можно? Однако мы начинаем по веткам лазить и зверемся потом, вот мои родственники не принимают ислам. Потому что изначально был призыв, не кто ваш видел. Однако другой аспект, и не будет справедливо просто все оставлять. То есть, объясняю, если человек видит, что его родственник пьет спиртное, или если человек видит родственник его, не одевает хиджаб, раздетая ходит, пускай это будет внешне нехороший поступок причина для разговора о основе ислама. То есть, ты говоришь, Всевышний Аллах запретил этого. Это нехорошо. И Всевышний Аллах не спасал пророков, чтобы они напомнили нам о том, что Всевышний Аллах обязал нам поклоняться единому Всевышнему Аллаху, и мы все вернемся к Нему. То есть, ты взял внешний его нехороший поступок как вступление, ступенька к тому, что ты зайдешь к основе этого хида. Вот человек пьет спиртное, и ты говоришь, поклоняйся Аллаху. То есть, с чем ты связал это? Он пьет спиртное, и ты бац ему поклоняйся Всевышнему Аллаху. То есть, что ты от меня хочешь, скажешь. Поэтому здесь нужно правильно делать вступление и начинать. Вначале скажи, зачем ты пьешь? Ведь это вредно для твоего здоровья. Также Ислам запретил это, Всевышний Аллах, и начинаешь вступление отсюда, в суть заходить. То есть, плавный подход к реальности, к вещи, то, что ты должен, а это призыв Тавахиду. Из-за этого важность Тавахида указала эта история о наших сахабах, которые приняли Ислам. И это центр, это основа. Человек не может быть мусульманин, пока не будет поклониться только Единому Всевышнему Аллаху. И здесь на этом мы закончим наш первый урок. На следующем уроке иншалла будем уже пояснять также, какие виды поклонения происходят в сегодняшний день, как было в то время. Будем уже более ближе заходить в историю Пророка Мухаммада саллиллаху алейхи саллиллаху алейхи саллиллаху будем изучать реальность которая была вокруг, все обстоятельства которые слаживались. Ахридару ана аминь, ахмдуллаху и рабилляху аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...